Товарищи, мы, жители деревни Малой Драндуны, Бештаново района, обратились в Верховный Совет с заявлением о выходе из состава СССР и образовании независимого суверенного государства Федеративная Республика Драндуния двухсарайных форм управления. Кто согласен, голосует в одном сарае, кто не согласен, совсем в другом. У нас многопартийная система, будет пять партий, остальные жители беспартийные, считающие себя коммунистами. Остальные кто? Дед Федот, который говорит, что брал зимний, но не помнит где. Кстати говоря, наш местный художник уже нарисовал новые деньги с профилем нашего скотника Фомича, который избран нами президентом на один месяц. По конституции Драндунии у нас президент будет избираться на один месяц, чтобы не успел зажраться. Далее, товарищи. Конечно, конечно, наш обучивод Кутейкин решил торговать картофелем с развивающимися странами. Значит, с Америкой, Англией, Францией, с другими. Кто развивается? Приехали представители всех стран, но Николай Петрович забыл предупредить, что картофелем у него всего два мешка. Но в следующем году будет три. Еще. Мы будем вести мролюбивую политику, товарищи. И если там на Диком Западе они уничтожат свои ракеты, то наш участковый милиционер Юрка обещал сдать свой пистолет вместе с кобурой и семечками. Единственное, товарищи, учитывая, что у нас в Драндунии всего 36 дворов, и мы не можем иметь постоянно представителей в всей стране. У нас будет один блаждающий посол, Митька Ханыгин, он все равно ни хрена в деревне не делает. А тосты произносить может. Сейчас уже по-английски говорит, наливай, мать, скорее мне. У нас жители вообще владеют всеми языками. Но в Государственномском признан один любимый всеми язык, упоминающий самые близкие розыгры и остальные человеческие органы. Он легко усваивается от мала до велика. И изучается хорошо иностранными гражданами. Единственное, предупотребление надо обязательно добавлять. Уважаемые дамы и господа. А дальше крыть, как раньше, крылья. Хорошие товарищи, есть у нас недостатки. Вот тот племяной бык, приобретенный в прошлый год за 20 тысяч долларов в Канаде, при виде наших коров, потерял свои профессиональные способности. И нынче работает стражевой собакой. Но если дальше все вот так пойдет, то недалек тот день, когда мы окончательно сотрем вот эту грань между устным трудом и физическими недостатками. И сможем оказывать посильную экономическую помощь всей СССР. Спасибо вам за внимание, уважаемые дамы и господа.